Кто покусал? Волки. В смысле волки? Волки. У меня нет сахара. Нет сахара. Нет сахара. У меня нет сахара. Нет сахара у меня. Господи. Сердечко прям стучит. Сейчас выпрыгнет из груди. Всем большой привет, мои дорогие друзья. Вас приветствует Наталья Ксенчак. Всех поздравляю с Новым годом. На моем канале примерно до 10 января вы не увидите никакой образовательной тематики, потому что я хочу рассказать вам о том, как я весело и эпично провела эти новогодние каникулы. С 28 декабря по 3 января я была в отъезде, я была в двух поездках, и все хочу вам подробно рассказать. Ну и раз уж на своем канале я иногда затрагиваю какие-то факты из личной жизни, стоит сказать, что в середине ноября я познакомилась в приложении Баду с замечательным молодым человеком. Его зовут Федор. И уже в начале декабря Федор сделал мне заманчивое предложение, от которого я не смогла отказаться. Он пригласил меня отпраздновать с ним вместе Новый год. Сначала поехать вместе с его коллегами на корпоратив в конный клуб «Серая лошадь». Это находится в Воскресенском районе Нижегородской области. А затем мы вместе решили, что поедем в Казань уже праздновать сам Новый год. То есть, чтобы не где-то дома быть в новогоднюю ночь, а уехать в какое-то другое место. 28 декабря Друзья, наконец-то мы приехали. Ехали очень долго, 4 часа. По Нижнему Новгороду стояли долго в пробках, потому что сейчас предпраздничные дни. Все, наверное, торопятся в торговые центры покупать подарки. Конечно, на эти часа наш автобус превратился в настоящий пати-бас. Все выпивали, тусили, общались, отдыхали. В общем, было достаточно весело. Когда мы приехали, наконец-то, в клуб «Серая лошадь», я успела первой зайти в дом, везде включить свет. И сейчас покажу вам все комнаты, пройдусь по дому. Это по мне очень уютно. Все домики в этом клубе деревянные, выполнены в русском стиле. И когда мы, например, заходили в главный дом, где находится ресепшн, там можно было увидеть различные предметы быта, старинные, сундуки, какие-то весельные, интересные вещицы. Комнаты тоже назывались так по-старорусски, так скажем. Например, там была почивальня. А завтракать мы, например, ходили в трапезную. Так как мы немножко припозднились, то мы сразу же пошли собираться на банкет, который проходил в местном клубе, в таком большом зале со сценой. У нас было человек около сорока. Все мы расположились за большим столом, который был накрыт специально для нас. Была подготовлена потрясающая, очень веселая новогодняя программа, которую, как я поняла, подготовили сотрудники этого конного клуба. Там были, например, женщины, которые в основное время работают инструкторами, помогают приезжим обучаться катанию на лошадях. А в этот вечер они предстали перед нами такими русскими красавицами, танцевали, пели, устраивали для нас конкурсы. В общем, было очень весело. А уже после банкета мы отправились смотреть салют. Играет музыка. 29 декабря. Друзья, утро 29 декабря. И настало время страшных историй. Во-первых, один из наших товарищей сегодня утром был погрызен волками. Ему отгрызли руку. Ну, не отгрызли, так чуть-чуть покусали. Федя, ты проснулся, что ли? Федя лежит, еще отдыхает. Федя еще отдыхает. Они волки покусали. Кто покусал? Волки. В смысле, волки? Волки. Какие волки вас покусали? Куда вы пошли? Расскажите про волков. Это кролики вас покусали на самом деле? Это кролики или волки? Во-вторых, вчера у нас произошла такая ситуация. Вот мы заселились в домик, и тут нет замков на дверях. То есть ключи нам не дают. Мы уже стали собираться на банкет и увидели, что у нас на нашей кухне ходит какой-то незнакомый левый мужик. Открывает все ящики, ищет штопор. Слава богу, что мы еще не ушли, увидели его, поэтому успели как бы прогнать его, а то, мне кажется, он и по комнатам бы пошел искать этот самый штопор. Откуда этот мужик? То есть он не наш. Он тут либо работник, либо отдыхающий какой-то, хотя всю базу сняли мы. В общем, непонятно. Я сегодня утром успела тут немножко погулять, посмотрела, где здесь живут звери всякие. В частности, куница Коля. Здесь живет куница Николай. Николай! 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 Николай, иди! Что вы скажете хорошего, Николай? Ой, ничего себе, Николай! Пойдем смотреть волков. Здорово! Ой, какая собачка! О, это это. Страшно, да. Малки, они молки. Вы только близко не подходите к ним. Мы молки покусали. Пожалуйста. В этом клубе проводится костюмированная облада, и просто, видимо, ну, можно поохотиться. И вот эти вот собачки, насколько я поняла, они должны загонять дичь. Это кто тут такой? А? Какие лапушки! Когда все проснулись, пошли завтракать, вот как раз-таки в главный домик, где была трапезная, нас ждали блины и каша, очень вкусное молоко, которое, как мы поняли, было прямо вот из-под коровы, то есть настоящее коровье молоко. Ну, а после этого нас пригласили в другую комнату, где провели нам инструкцию, как нужно вести себя с лошадями, как кататься на лошадях. Перед тем, как все пошли уже кататься на лошадях, ну, кто-то на саночках, как я, все подписали специальный листок согласия на то, что каждый несет ответственность за то, что с ним может приключиться во время вот этой прогулки на лошадях. Первый раз еду на санях, и, знаете, очень жалко лошадку, вдруг она устала, но вроде нормально. Вроде и не очень тяжело. Санкт-Петербург Мы сюда приехали на полянку лесную на 4 часа примерно. Тут у нас будет культурно-развлекательная программа. Федор и компания сейчас где-то едут верхом на лошадках. Очень интересно будет за этим понаблюдать. Но нам на инструктаже такую рекламу сделали. Я решила, что верхом я точно не поеду. Лошади то кусаются, то легаются, то вообще ты можешь с ней упасть. В общем, нет. Я лучше на саночках, лучше пешочком. Лучше посмотрю на красивый пейзаж. Смотрите, вот видите на Евгении, вот прощай молодость. Очень стильный фасончик. Но смотрите, как стильно смотрится полный лук. То есть у него очень стильная шапка-ушанка такая современная. Да, очень стильная как раз римня для современного мужчины. Потом, замечательно. Потом у него очень актуальная такая спортивного типа курточка или парка. Что это? Она очень теплая, потому что она доходит ему почти что до колен. То есть поясница у него не мерзнет. Стильно, красиво. Стильный, современный, красивый. Еще и в прощай молодость. Отлично выглядит. Идеальный вариант для зимы. Покажи еще раз, растягни. Очень важное уточнение. У Евгения здесь, видите, от бабули. Шерстяной носочек. Ручной работы. Да. Шерстяной носочек. Смотрите, Федор с белой лошадью. Тихо, тихо. На меня не надо идти, пожалуйста. Господи. Ладно. А взрослые у вас четвертые? На меня, на меня... Вы видите, на меня лошадь сейчас шла. Да, все хорошо. Ой, страшно-то как, господи. Я думала, она меня загрызет сейчас. Что она хочет? Сахар. Сахар? Но у меня нет сахара. У меня нет сахара. Нет сахара. Нет сахара. У меня нет сахара. Нет сахара у меня. Господи. Лошади. Ой, ужас какой. И еще одна идет. Тоже в мою сторону куда-то. Господи. Ох, сердечко прям стучит. Сейчас выпрыгнет из груди. Кошмар какой. Жесть. Слушай, страшно, да? Господи. А что нам это сейчас? Нам как это жить? И что? Зима. Жесть. Красота, конечно, здесь. Лошадки, правда, которые ходят. И пытаются взять у меня сахарок, которого нет. Меня так, кстати, напугали лошади, что я даже согрелась. У меня до этого мерзли ноги. 30 декабря утром мы позавтракали, собрали свои вещи и вернулись в Нижний Новгород. Там мы с Федором немножко отдохнули и нас ждало следующее путешествие. Мы отправлялись праздновать Новый год в Казани. Но об этом я вам расскажу в следующем видео. Ну, а я надеюсь, вам понравилась моя небольшая история. Пока что ставьте лайк этому видео и ждите продолжения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok